Ирбулзан, пусть ланать щанебурнащ, хавастла, илемля, аван! 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 Юрада, 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 Юрада в примере не слона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, уважаемые телезрители! Я думаю, вы все помните, что скоро Новый год, все знаете, что скоро новогодние каникулы. И, конечно, во время новогодних праздников хочется побольше времени провести с семьей, с родными, с близкими, погулять на улице или просто хорошо провести время. Сегодня о том, куда можно будет сходить на новогодних каникулах, расскажет нам гости нашей студии, художественного руководителя парка «Вакриевский лес» Мария Миронова. Мария, доброе утро! Доброе утро! Ну, Мария, расскажите, как ваше настроение, как вообще настроение у вашего коллектива, у работников парка и вообще всех парков нашего города перед наступлением Нового года, когда вроде бы все отдыхают, а вам приходится работать? Ну, мы, как в отличие от многих учреждений, 1 января уже будем на работе, потому что у нас начинается старт основных мероприятий 29 декабря, поэтому ждем. Вас обязательно будет ждать большая театрализация. В этом году у нас тема «Холодное королевство» с популярными персонажами нашумевшей части второго мультика. Эльза, Анна, Кристоф, Олаф и многие другие будут вас ждать в парке уже 29 декабря. И фишкой этого сезона у нас является площадка «Хаски-Ландия». То есть с 29 декабря по 8 января вы сможете приходить к нам в парк, и после игровой программы у нас будет интерактивная площадка, где можно будет покататься в упряжке с собаками «Хаски», пофотографироваться с ними, принять участие в конкурсах со сказочными героями. Вот, но основной акцент именно на собачек. А так, получается, каждый выходной с первого по восьмое, помимо игровых программ, вас ждет две деревянные горки. Мы в этом году позаботились о том, чтобы для каждого возраста была горка своя, поэтому у нас их две. И я думаю, все родители будут не переживать, когда горочка поменьше. То есть для самых маленьких, постарше и для взрослых есть горка с самым длинным спуском. То есть у нас парк устроен так, что есть тропиночки, по которым как раз проложена трасса, и можно укатиться очень далеко. Но самое главное сейчас для всех, я думаю, для города Чебоксары, чтобы выпал нормальный снег. Ждем, собственно, этого с нетерпением. Если будет снег, то, в принципе, все должно быть хорошо. Конечно, новогоднее настроение будет, и все пройдет намного лучше, чем нежели хотелось бы сейчас. В какое время лучше всего приходить жителям нашего города, да и его гостям в парке? Ну, для тех, кто хочет провести активно отдых, мы предлагаем приходить днем. Аттракционы парка будут работать по температурному режиму. Да, у нас есть аттракционы, которые зимой работают, поэтому приходите обязательно. В городе не так много таких аттракционов, поэтому с 10 до 4 часов аттракционы работают. Цены те же самые, они у нас самые бюджетные. 60 рублей детский билет, 90 взрослый. Ну, и активная программа, она начнется с часу до 4. Ну, а для тех, кто хочет насладиться просто зимней погодой, тишиной, красотой, парк у нас украшен. Там достаточно много света, то есть у нас и люстры, которые уже несколько лет радуют, и арки, и другие гирлянды. Поэтому вечером там звучит музыка приятная, новогодние треки. Поэтому приходите в вечернее время для тех, кто хочет просто погулять. А с кем уж приходить? С детьми или же всей семьей нужно приходить? Или, может быть, бабушки с дедушки должны приходить с семьей? Для каких возрастов вообще все это будет происходить? Наш парк, он семейного характера, то есть, и в принципе, мы акцент делаем, конечно же, на семейный отдых, но на самом деле к нам приходят все. У нас же еще проложена будет лыжная трасса, поэтому спортсмены к нам и так частенько забегают, когда на пробежку, и школы, колледжи тоже приходят. Поэтому парк, он на самом деле активный, развивается во всех направлениях, поэтому все приходят. Для всех будет интересно, всем будет интересно. Да, тем более там у нас проходят дороги на стадион, поэтому спортсмены, пробегающие на футбол, тоже у нас есть. Все виды спорта, и зимние, и причем летние тоже. Мария, можно ли будет как-то согреться, если слишком много времени провели на улице пустители вашего парка? На территории парка будет работать два кафе. Одно находится в административном здании, там же находится прокат оборудования. Про горки вот мы сказали. То есть вы можете на этих горках кататься со своими тюбингами абсолютно бесплатно, если у вас нет ватрушки. То вы можете прийти, взять ватрушку в прокат, также и те же самые лыжи тоже можно взять в прокат. И там же находится кафе, где организовано горячее питание, то есть не просто булочки, пирожки. Ну а для тех, кто хочет шашлычок, потому что шашлык зимой тоже очень хорошо идет, на территории парка располагается пять деревянных домиков, где будет как раз организована также и выпечка, чай горячий, глинтвейн безалкогольный и разные мясные деликатесы. И второе кафе находится около, получается, сцены, кафе Локреевское. Там тоже организовано горячее питание. Будет ли организован, точнее, людям, которые, допустим, приезжают из других городов, из районов нашей республики, где они могут оставить где-нибудь там автомобиль, чтобы как-то было удобно? Да, я думаю, еще не все до сих пор знают, что у нас уже второй год подряд есть большая парковка, на которой достаточно много места, то есть на нее можно проехать, получается, со стороны колхозного рынка. И также есть парковочные места перед пешеходным мостом, это со стороны гостиницы Дубрава. Поэтому, в принципе, зимой хватает места всем, но, конечно, на большие мероприятия, они у нас 29 декабря и 7 января, лучше приехать заранее и, как говорится, занять удобные места. А планируется ли проводить какое-то мероприятие, ну или что-нибудь такое интересное именно в новогоднюю ночь? В новогоднюю ночь нет, но вообще много мест празднований будет уже ближе к районам. У нас связано это с тем, что парк находится, скажем так, не очень далеко от жилых домов, поэтому другие площадки именно будут проводить новогоднюю ночь. А мы зато 1 января ждем родителей, у которых есть дети, которые в 10 утра, независимо от того, как родители ночью спали, они уже просятся куда-то пойти погулять. Поэтому вот парк уже, несмотря на, как говорится, выходное настроение, будет ждать всех. Спасибо большое, Мария. После небольшого перерыва мы продолжим нашу беседу. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уважаемые телезрители, напоминаю, сегодня у нас в гостях в студии художественного руководителя парка «Вакриевский лес» Мария Миронова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мария, ну, все-таки хотелось бы немного поговорить о вашей профессии, о работниках парков, людей, которые, как вы сказали, в день, когда все будут отдыхать и отсыпаться 1 января, выходят на работу и делают так, чтобы у людей было новогоднее настроение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот 13 января, я раньше думала, ну что это по старому календарю, на самом деле это праздник как раз для тех, кто делает мероприятие. В парках все заканчивается 8 января, 9 все люди выходят, а мы, как говорится, подводим итоги и готовимся к маленькому перерыву. И 13 января мы уже отмечаем Новый год, поэтому для нас самое главное дарить настроение положительное, как бы это банально ни звучало, но когда ты, допустим, в толпе незнакомых людей, которых ты радуешь, даришь им настроение, улыбки, от этого настроение и поднимается. А сидеть дома, кушать салатики, да, конечно, это для меня действительно хороший отдых, то есть поваляться дома на диване, но все-таки я человек профессии и выбрала ее прежде всего по призванию, чем нежели там по денежному вопросу. Еще, возвращаясь к вопросу про мероприятие, которое будет проходить в парке, я видел афишу, если не ошибаюсь, в интернете, что 4 января у вас какое-то очень необычное мероприятие дарно состоится, можете о нем поподробнее рассказать? Вот, как я уже говорила ранее, у нас получается площадка Хаски-Ланди, то есть мы проводим мероприятие совместно с Федерацией ездового спорта, в Чебоксарах и в Чуваши она появилась совсем недавно, им еще года нет, то есть объединились люди, у которых есть именно собаки, породы ездовые, хаски, маламуты, вот, и совместно с ними мы проводим не только интерактивные площадки, но и 4 января у нас пройдет авторская гонка по ездовому спорту, на собачьих упряжках, кубок по Волжье, и почему мы выбрали такое название, связано оно с тем, что там будут участвовать спортсмены не только из Чуваши, но и из других регионов по Волжье, и причем приедут именитые спортсмены, то есть есть круг сообщества, где они все общаются и ездят, можно сказать, абсолютно на добровольных началах, на соревнованиях, потому что, да, мы организуем призовой фонд, то есть мы подтягиваем партнеры, но на самом деле это люди, которые объединяются по духу, то есть они участвуют в соревнованиях, то есть не везде какие-то там ценные призы, но они любят этот спорт, и мы долго, старательно выбирали по всем требованиям, получается, трассу, у нас будет, получается, 3 дисциплины, первая дисциплина, это на собачьих упряжках, где 4 собаки, собачья упряжка, где, получается, 2 собаки, это вот по упряжкам, потом там будут у нас лыжники, то есть к собаке-то там специальными креплениями прикреплены. Такое бывает, да? Причем, я могу сказать, мы летом с ними организовывали ту же площадку, и даже есть летние соревнования с собаками, когда там организуются. На роликах. Да, на роликах, это достаточно интересно. Ну и, конечно же, будет соревнование среди юниоров. Я думаю, всем захочется посмотреть, но и самое главное, 4 января, я думаю, будет сложнее покататься, но вот с другие дни, то есть с 29 с 1 по 8, там уже можно будет покататься абсолютно всем. По какой цене сказать точно не могу, там зависит от трассы, но цены бюджетные, потому что, как сказать, стараемся идти в угоду публике, но и те, кто будет активно участвовать, получается, в конкурсах сказочных героев, где будут собачки, они смогут прокатиться абсолютно бесплатно. Поэтому, я думаю, это будет интересно и по-зимнему атмосферно. Ну, ездовой спорт, да, достаточно зрелищный и интересный вид спорта, поэтому всем желающим познакомиться поближе с собаками породы хаски обязательно нужно будет сходить в парк Локриевский лес. Да и вообще, я так понимаю, в парке все новогодние каникулы будут очень интересны, достаточно зрелищно, как, в принципе, и, наверное, на всех открытых площадках нашего города. Насколько я знаю, уже на некоторых площадках нашего города начали отмечать наступление Нового года. Вы, как работник культуры, наверное, знаете, что происходит вообще в нашем городе. Насколько я знаю, основное, самое главное празднование встречи Нового года, в ночь с 31 на 1, пройдет в парке Амазония. Это так? Ну, вообще, да. Амазония в этом году стала центральной площадкой, связанной с тем, что Красная площадь находится на реконструкции. Готовится. Да, то есть в Амазонии сейчас очень красиво, то есть там большая сцена, все украшено, я бы сказала, не хуже, чем Красная площадь. Сцена основная находится у колеса обозрения. Мы знаем, что колесо обозрения там достаточно красиво и так светится, то есть вечером там очень красиво, то есть прийти посмотреть. Также в Амазонии есть каток. Вот. В парке Лакарейский лес в этом году катка нету, то есть мы акцент сделали на собак, поэтому все у нас отправляются на каток в Амазонии. Там тоже находится сцена. Насколько я знаю, там тоже проходят интерактивные площадки. И новогодняя ночь как раз там будет. Но это не единственное место, потому что, я думаю, с Новоюшки не всем удобно ехать, всем же хочется выйти куда-то погулять. И я, насколько знаю, основные места по Новоюшке, это получается около Шупашкара, то есть торгового центра ООС, там будут празднования. И Дорис Парк, он у нас обновился, стал красочным, и там тоже он будет готов и ждать всех людей в новогоднюю ночь. Обширная программа, разные сказочные герои. Но и мельком знаю, но, по-моему, даже микрорайоны организуют тоже празднование Нового года. Поэтому в ближайшее время надо смотреть, заходить почаще в соцсети. Знаю, что в Чебоксарских новостях готовится в субботу большой выпуск с афишей, где будут отмечены самые основные празднования. Про парк Локарейский лес, кстати, там афиша тоже будет располагаться, можно будет подробнее узнать. Поэтому следите, как говорится, за соцсетями, в интернете, на портале города. Все основные празднования, конечно же, будут указаны. Да, совершенно верно. Новый год, как обычно, в Чебоксарах у нас празднуется на широкую ногу. С сегодняшнего дня уже можно будет ходить, поднимать себе настроение на площадках нашего города. Вплоть до 7-го. До 8-го. 8-й еще выходной, поэтому в парк приходите обязательно. Обязательно призываем всех за активный отдых, за здоровый образ жизни. Сходите в парки, в Локарейский парк, в Амазонию. Вы там можете встретить новогоднюю ночь, в парк Николаева. И да, вот совершенно верно. Посмотрите в интернете, познакомьтесь с афишей, где какие мероприятия будут проходить, куда вам нужно обязательно сходить, и, собственно, проводите время с семьей как можно больше. Мария, совет от вас, как от работника культуры, как от работника парка, как человека, который, собственно, создает Новый год. Если у наших телезрителей, допустим, получилось так, что до сих пор нет новогоднего настроения, ну, это связано, наверное, больше с погодой, то, что снега нет, может, с тем, что работы много, годовые отчеты, надо все закрывать быстрее. Что нужно делать, чтобы поднять новогоднее настроение? Хороший вопрос. Тяжелый. Тяжелый вопрос. Мы всегда поднимаем настроение себе тем, что мы начинаем говорить, что мы делаем, всем поднимаем настроение, поэтому мы должны улыбаться. У нас профессиональная улыбка, но на самом деле любой настрой зависит от самих людей. И зачастую организаторы и говорят о том, что какую бы программу мы ни проводили, артистам будет намного легче, веселее, зажигательнее работать, когда и люди настроены на отдых. Поэтому каждый, я думаю, как говорится, догоняет настроение по-своему. Кому-то просто увидеть улыбки, счастье, но с семьей, с детьми, мне кажется, посмотрите на наших детей. Дети всегда улыбаются, они до сих пор радуются каждой мелочи. И если откинуть все мысли о работе, об отчетах и посмотреть на ребенка, который ждет и радуется, и ждет приход Деда Мороза, в нашем случае, ребенок ждет, когда же ей приедет костюм, чтобы на новогодний утренник, вот оно самое настоящее новогоднее настроение – это наши дети. Нарядить елку вместе с семьей, приготовить подарки для родных и близких, слушать еще песни, может быть, новогодние. Все это создаст новогоднюю атмосферу, поднимет новогоднее настроение. Ну а потом уже нужно провести время с семьей. Потом идите в парк, там все красиво. Совершенно верно. Надеюсь, снег выпадет, зима не подводила, всегда к 31-му все равно снег выпадает, поэтому приходите обязательно. Спасибо вам большое, Мария, за интересный рассказ о том, как провести вообще новогодние каникулы. Ждем снега и желаем вам успехов в новом 2020 году. Все, с наступающим. Спасибо. Уважаемые телезрители, передача «Ирбулзан» подходит к своему завершению. До новых встреч. Свергайся, саламу аппору, я в ящике бурлень и свет. Свергайся, свергайся. Свергайся, саламу аппору, я в ящике бурлень и свет. Свергайся, саламу аппору. 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 Субтитры подогнал «Симон»